Пенсия без пенсии. Звезда советского кино Елена Говорухина, известная по ролям в фильмах «Алешка» и «Вечный зов», осталась без положенных выплат. Когда она вышла на заслуженный отдых, выяснилось, ее официальный трудовой стаж меньше семи лет, а карьера киноактрисы вовсе будто стерта из архивов. Мария Новикова разбиралась в тонкостях пенсионного регламента. Слово не произнесло. Не могла видно. Только смотрела, смотрела на меня. Вспоминать тяжело. Фильм был удивительный. Глядя на свою юность, Елена Говорухина не может сдержать слез. Фильм «Ты помнишь» стал ее дебютом. На этих кадрах актрисе всего 17 лет. Только вот лицо, которое было известно всему Советскому Союзу, в России, похоже, забыли. Женщине отказали в пенсии. Мол, в ее трудовой книжке записи о карьере в кино нет. Я вот так же обратилась в Госфильмофонд. И там же я выяснила, что оказывается Свердловскую киностудию во втором году тоже банкротили. И вот эти все архивные документы были туда переданы. И эти архивные документы теперь нигде не найти, никто не знает. И вот в Госфильмофонде мне сказали, что они вообще отсутствуют по причине невозможности хранения. Все записи о ролях Елены оказались утеряны. А ведь в ее архиве съемки в пяти фильмах. Среди них и легендарный «Вечный зов». Кроме того, актриса озвучила больше десятка картин. Правда, платили и по договору, без пометок в трудовой. И когда пришло время начислять пенсию, трудового стажа оказалось недостаточно. Ведь последние 30 лет Елена живет и работает в Италии. А планы вернуться на родину теперь под угрозой срыва. Я с чего-то здесь должна начать. У меня должны быть какие-то доходы. Я понимаю, сколько мне лет. Я понимаю, какие у меня возможности. Даже вот те деньги, которые по закону мне предназначаются, они больше нуля. В Пенсионном фонде объясняют, кадров из фильма для выплат недостаточно. Нужна хотя бы выписка из архива с прежнего места работы. Если же он утерян, могут принять и показания двух свидетелей. Свидетели должны работать с этим лицом в одно и то же время. И у свидетелей должны сохраниться документы, подтверждающие периоды в этой организации. В этом случае можно подтвердить свидетелями. Искать свидетельства актерской карьеры Елены Говорухиной уже взялись адвокаты. Искать другие средства доказывания в виде каких-то, может быть, расписаний на тот период времени. Списков, принимавших участие в фильме. Какой бюджет на этот фильм там был задействован. Какие часы, нормы часов были выполнены со стороны каждого работника, каждой актрисы при работе с фильмом. То есть вот эти все, получается, недостатки мы сейчас будем устранять в рамках процесса. Сама Елена вскоре уезжает обратно в Италию. Там ее ждет работа и три кошки. Но после выхода на пенсию актрисы обещают вернуться. Ведь именно здесь, на Урале, не только ее родина, но и сердце. Мария Новикова, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.